Сначала заполнить анкету и пройти осмотр. С утра в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы доноры ждут своей очереди. Полезную акцию проводят члены сообщества родителей округа. Мы сегодня вот так вот активно, я надеюсь, мы ожидаем, ну человек 30, наверное, принять участие в этой акции. Есть, ну скажем, те группы крови, резусы, которые более востребованы. На сайте станции переливания крови есть светофор, который в ежедневном режиме показывает, какие группы более востребованы. Для наших медиков важно иметь достаточное количество крови и ее компонентов. Кто-то приходит впервые сдавать кровь, ну а для многих это уже хорошая традиция. Сдаю кровь сегодня первый раз, так как поступило сообщение в родительском чате в школе, что необходима кровь для Одинцовского пункта переливания. Решила пойти сдать, посмотрела по светофору. Первая отрицательная, которая у меня, она, так сказать, необходима. Поддерживаем. Кровь очень нужна людям, всем требуется. Поэтому сдаем. Ну и для себя тоже. Все группы крови сейчас нужны, говорят врачи. В пандемию количество доноров периодически сокращается из-за болезни. При этом стать им может любой человек старше 18 лет и с весом больше 50 килограммов. Важно не иметь медицинских противопоказаний. Это очень важно. То есть у нас сейчас потребление повысилось, ну а доноров примерно как было, так и есть. Естественно, нам нужно больше, 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 больше. Ну а кровь человеческая незаменима, как вы знаете. Поэтому только доноры могут помочь больным людям в данной ситуации. За день до сдачи крови рекомендуется не есть жирные пищи и не пить алкогольные напитки. Накануне воздержаться от физических нагрузок. Так, соблюдая простые правила, можно спасти чью-то жизнь. Приходите по адресу город Одинцова, Можайское шоссе, дом 55. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.